здравствуйте тоже личная жизнь это работа мы делаем работу для чего-то мы делаем зарабатываем деньги для кого-то если меня перестанут когда-то снимать или что-то я спокойно займусь другим делом на политика вы себя не представляете нет политика не моя штука вот разум отключается если пойму что меня обманули все 12 миллионов я потерял личных денег я потерял квартиру я люблю преображаться в ролях я с удовольствием в детстве работал в поле и строил кирпичные дома и гаражи но слава богу мои родители никогда не не останавливали меня как бы они сказали ну типа ну едешь и и ночью сидеть в этой дыре сидел деревне под самарой я не жалуюсь метр эти роли интересную и они такие даже больше запоминаются даже иногда даже все любят плохих мальчиков слушай всем привет у меня сегодня в гостях актер театра и кино михаил дорожкин михаил здравствуйте здравствуйте как я поняла у вас очень напряженный график мы с вами вообще могли не встретиться вот скажите как вы как вы себя чувствуете в этом графике вообще время на отдых хватает нет времени на отдых не хватает но есть поставлены цели задачи которые надо делать и я такой же рабочий человек если надо я делаю то есть я не стараюсь откладывать на завтра то что можно сделать сегодня поэтому если есть время задачи их надо выполнять на отдых времени не хватает скажу честно но с другой стороны отдых мы делаем сами себе говорится есть время деньги отдых в любое время круглый год с этой точки зрения живу как бы поэтому есть задачи которые надо сделать а на личную жизнь хватает или тоже не на личную жизнь хватает но личной жизни такой сложно сейчас мы входим в аспект потому что она тоже личной жизни это работа работа с двух сторон скажем так и если личная жизнь идет на понимание на взаимоподдержки на уважение не на эгоизме то она имеет быть место как бы а если личная жизнь начинается ну скажем так уже какие-то проблемы и ты понимаешь что это какой-то балласт то надо задуматься избавляться от этого или нет это со своими унисовета на ситуация для каждого человека любой ситуации должно быть в гармонии происходить мы все делаем не ради славы не ради каких-то наград а только ради близких я так считаю ну вот если например вам избранница скажет ну грубо говоря выбирай работа или я что выберете надеюсь никогда в жизни таком вопроса не прозвучит но мне кажется этот вопрос с годами видоизменяется если бы и раньше ответил работа то сейчас я выберу ли может быть личную жизнь и счастье моих близких людей на первом месте да а все остальное мы делаем работу для чего-то мы делаем зарабатываем деньги для кого-то это очень страшно когда люди зарабатывают много денег но приходит одиноки в квартиру мне такая жизни нужно вообще абсолютно вот это про для себя решил это сто процентов будет вы знаешь понимаешь такая гармония как бы да но и у меня есть такие люди к сожалению которые достигли очень многого но в сферу причина не остались одни одни и по разным причинам у них все есть но это не приносит часть счастье это не материальные штуки счастье это эмоции люди которые например счастливы в одиночестве или это просто маска есть люди которые наверное но это такая маска мне покажется процентов на 50 человек все равно существо такое общаемое человек который живет в социуме одиночество нам всем необходимо периодически любому человеку переключаться обнуляться прочее прочее но все равно человек приходит кому-то он должен получить энергию для от кого-то и отдать ее кому-то так устроены люди жить в одиночестве нет это совершенно не моя история не задумывались когда нибудь но поменять профессию сейчас например многие артисты идут в политику представляете себя в политике слушая давно уже не только артист дел в том что я абсолютно трезвый и рациональный и трезво смотрящий на жизнь парень если меня перестанут когда-то снимать или что-то я спокойно займусь другим делом да и так много сделал не 150 фильмов люди там узнают или еще что-то разные периоды были но у меня нет зацикленности на славе и у меня нет зацикленности на чтобы меня узнавали и ходил по красным дорожкам вообще этого нету если перестану снимать и абсолютно займусь другой профессии я в жизни маясь в параллель бизнесом продукт плейс мы там рекламой где-то недвижимостью еще чего-то это тоже все в параллель делаю то есть я не привязываюсь прямо вот именно к этой ситуации политикам себя не представляет нет политика не моя штука по мне много друзей политиков много людей которые работают в правительстве приятеля в этом мире не то что кручусь они они есть в моем окружении достаточно серьезные мы работаем где-то по бизнесу но политика это не мое я бы касается я весы по гороскопу у весов есть такое качество то есть они могут для человека если там любит и все сделать все но если весы понимают что их обманули или их использовали их любовь или их использовали но как-то прям специально люди этого знака идут с косой и у меня это все было я могу дать очень много но если пойму что меня обманывали использовали играли на моих чувствах мне крышу сносит я вот реально с косой идут вот разум отключается если пойму что меня обманули играли на чувствах и что-то в этом я по своей натуре как бы у меня в жизни очень много было борьбы много было различных очень сложных ситуаций сейчас придавали но были везде в личном в бизнесе у меня была история все знают когда у меня была сложная история в продюсировании я потерял 12 миллионов я потерял личных денег я потерял квартиру у них были до меня были моменты разборки со структурами криминальными ми стреляли по колесам все это было все это прошел поэтому я как бы занимаясь семьи помимо это велись членом общества это мвд россии то есть у меня много чего но я по своей натуре не борец то есть я за равновесие за гармонию но если тронуть то у меня немножко разно вообще злопамятный человек или например может вообще надо как говорят прощать все говорят вообще философски и тебе станет легче энергетически и прочее прочее но некоторые вещи ты простить просто не можешь и не простишь никогда как бы мы себе не говорили о красивых словах ты делаешь опыт ты делаешь выводы это твои ошибки которые надо делать не на не надо делать их да но просто должен их наверное как опыт это дано но забыть какие-то вещи простить а сами придавали обманывал обманывал но у меня не было таких я всегда как-то обманывал в какой-то старался благое хотя горит ложь во имя ложь как этого имя благо тоже неправильная штука но понимаешь черт его знает но я обманывал предавать не предавал если что-то я опять же говорю я внутри весы вот опять же это все я верю в это я не конфликтный я не люблю конфликт я лучше что-то сделаю или как-то но мне был уже лучше да лучше не воевать хотя воюй пол жизни получается обманывал но так чтобы как бы смягчить какие-то вещи наверное на что вы готовы ради роли например актера павла привыч ему предложили походит на 39 килограмм он согласился а вот вы если вам предложит также все зависит я уже абсолютно начну отношусь к работе как работе если замечательно предлагается моим коллегам актер они знают за что это делают в первую очередь не надо говорить о великой любви к искусстве и прочее прочее не надо люди прекрасно как и в голливуде делают за это их работа и они понимают они тратят это кажется такие слова похудеть на столько килограмм или просто никто не спросил какой удар по организму по эндокринной системе по гормональную вещам или прочее прочее это может произойти а здоровье не она самая серьезная штука которая к сожалению можно купить за деньги только за деньги и здоровье поправляется на самом деле всегда но у них смотря какая болезнь какая болезнь но любая болезнь требует денег любой поход к врачу в поликлинику требуют денег поэтому это всегда надо понимать какие грозят последствия если актер в голливуде нам заключать договор на 15 миллионов долларов и он худеет на 30 он прекрасно понимает что с ним работают диетологи профессионалы психология возвращает считает каждую калорий прочее прочее и у нас такого немножко нету как бы надо понимать для чего ты это делаешь я люблю преображаться в ролях я с удовольствием играю разные образы и героические смешные то есть мое изменение вот мне очень нравится быть характерными характерные роли меняться я на это готов но так кардинально похудеть и лет во первых мне такого не предлагали не знаю как быстро гировым не знаю и условия не предлагали но я бы серьезно подумал эту тему вашей биографии написано что вы в детстве занимались пародиями но не в детстве скорее в институте наверное в детстве работал в поле строил кирпичные дома и гаражи да 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 на детстве наверное институт наверное ну да и в юности да когда мы учились на этом пародии это такой есть раздел щукинском училище когда ты должен показывать животных людей алкоголиков бомжей пародия на нашу эстраду и все им сдали большой экзамен на эту тему это как бы шаг такой перевоплощению к шаг к освоению профессии скажем так и да мне хорошо давались у меня замечательный курс замечательный маша аронова нона грешаев володя эпифанцев аня дубровская там паша сафонов такие но у нас курс сильно очень вот и мы снова на грешаеве короче много работали вместе в паре по наблюдениям по всем этим моментам это шаг когда ты играешь шоу образ ты же всегда делаешь внешние сходство с каким-то и ты спинаешься голая я видел такого человека я видел такого человека как это можно положить на этот образ можно или нельзя вот это есть такие шаги наблюдения вот как бы такое вот а вот есть роль мечты нет нет я не хочу сыграть гамлета я хочу сыграть судьбы играю мне интересны судьбы человеческие которые передаются в театре в кино их метаморфозы сломы начала вход-выход конец то есть никакой меня роли нет петь эмоции которого бы не смогли бы сыграть нет я сыграю любую эмоцию говорю честно у меня были от характерных ролей до сумасшествия до сцен сумасшествия что кстати продюсер любит мне давать какие-то сумасшедшие сцены да вам часто дает отрицательные роли как вы думаете почему вам вот такие вот роли предлагают не знаю потому что пошло потому что сыграл пару ролей раньше вот как-то страна засветила и пошло как бы так это да а потом мы же тоже не очень выбираем слушай есть работа это моя моя работа история даже не по типажу знаешь мне кажется это как вот как люди заявили себя в каком там план может быть они вот так и идут хорошо это или плохо у меня на самом деле разные роли и положительные отрицательные но отрицательные роли даже поинтереснее играть в них столько можно найти уловок а потому что ты когда играешь персонажа этого это персонаж очень далек от себя я же не пойду в жизнь не травить не убивать не насиловать ничего-то делать и ты фантазируешь а как живут люди вот которые это делают у тебя есть такая возможность это почувствовать и поиграть какой-то азарт в этом да понять что это плохо как-то да потому что любой поступок он идет почему-то каждый человек делает поступок почему-то каждый из нас это идет из детства из образования воспитания психологии генетики прочее 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 но любой поступок можно оправдать почему-то понять почему это человек или психически ненормальный или семья или его предали и почему он идет на эти вещи всегда есть объяснение причина то есть не бывает просто так надо просто оправдание то есть сам себя оправдывает причина это причина скорее сюда причина почему человек так поступает другое дело уже пойдут разбор правильно ты делаешь неправильно можно нельзя но в любом случае всегда есть причина почему человек такой почему человек такие делает поступки и почему такое следствие скажем так это делаешь выводы как-то абстрагируешься далеко от этого близко или прочее прочее вот такие вещи я не жалуюсь мне эти роли интересную и они такие даже больше запоминаются даже иногда но потому что все любят плохих мальчиков слушай как у вас было детство обыкновенное советское детство наверно до советские года слушай я бы как бы это звезд с неба не хватало никаких детство простое простая семья бедная семья стройка работа ничего родители сразу приняли что вот будете поступать но слава богу мои родители никогда не не останавливали меня как бы они сказали ну типа ну едешь и едешь и ночью сидеть в этой дыре я сидел деревне под самарой что сумасе стоит а мог сделать как бы да и конечно не переживали уехал еще 16 лет не было сам москву с чемоданом с одним но это лучше чем было сидеть там наверно чего-то ждать смотреть на соседей на людей которые 18 лет на рожали трех детей на сплетни и огороды и все именно вот так посмотрелся это с тех пор ненавижу дачи когда работаю коров с них они я даже не хочу дом за городом вообще не хочу высок он работался в полях гаража что мне этого хотим на всю жизнь вообще ненавижу земляные работа ничь возник вообще просто как можно зачем дом когда ехать ты час едешь два-три часа едешь туда это знаешь дом под москвой это для меня лично абстрактная такого как бы природа типа это не знаю вот эта земля тащится в дом это кроты роют какие-то провода рубит марква растет это все это за я вот ты слушай я 15 лет правил в поле я не хочу больше если есть деньги время лучше улечу отдыхать за границу на море куда-то я даже не хочу дом вот реально не хочу а куда любите больше ездить отдыхать в телесе лишь бы переключаться везде но если есть время деньги взял билет час так все это просто три дня можно в италию три дня в питер три дня туда 10 дней гуаид еще чего-то там европа открыта все шенгены как бы везде иногда ты просто должен смотаться куда-то день-два подумать и просто мне работа позволяет слава богу иногда ездить последнее время сколько уже было в питере было в ростове было в геленджике был потом опять был в питере в минске был то есть как бы даже когда ты жеешь на съемки это момент переключения даже не только там с утра до ночи снимаешься которые это бывает ты можешь погулять друзей встретить пройтись и это даже плюс то что когда ты в москве ты загнанный как лошадь делаешь дела когда ты уезжаешь на съемки в другой город те не надо бежать закончилась съемка у тебя такой мотор работает надо что-то делать бежать а не надо никуда-то в другом город потому что спокойно погулять это выпьем даже вина выпить немножко нет я вообще не пью практически просто потому что алкоголь вот мы просто погулять вина это нормально слушать ты знаешь я думаю у некоторых выпивает бокал в день у у меня отец пил я боюсь вместо этой запреты мне никто за 20 лет ни разу не видел пьяным никто ни одной фотографии нигде ничего но здесь я боюсь я помогу пить но я боюсь пить то есть я могу если выпить два бокала вина мне кажется что алкоголик причем ни одной фотографии за 20 лет на тусовках если как идиот с бокалом могу пить но не знаю хотя я понимаю что вот иногда когда приходишь хочется бокал вина выпить просто с какой-то нагрузку снять но чтобы я был на здоровье можно красное вино каждый но не каждый день нет ну не все каждый день пьют мне даже ни разу похмела не было и даже не знаю что такое вообще что встать и болела голова мне разу жизни это не я не знаю что это такое не но я пью у меня стоит несколько у меня дома бутылок 15 подарочных коллекционных ударит когда подарки алкоголь на это складываю на я тоже не пью это тоже до складываю на кухню а потом дарю может быть но иногда пью что-то такое но чтобы у меня были вот запои два-три дня я я не знаю что это такое честно жизнь ни разу я тоже не знаю нормально за гордиться этими гордиться у каждого своя просто вижу я знаю сколько надо все в меры просто видите сколько алкоголь принес бед разрушений но это кстати между прочим странно потому что актеры звучит шоу бизнеса они больше то пьют все вот здесь дело не в том что я понимаю что когда у людей особенно эстрады безумно сильный гастрольный график это выдержать него это сложно у меня самого бывает и папа по два перелета в день туда это сеть реально физически тяжело дорога вы изматывающие то поезда эти люди какие-то это лезут это безумно тяжело ты должен держать себя в голове как ты расслабляешься грубо говоря ты или принимаешь наркотики люди которые нас типа есть такое поверье что люди которые там и в эстраде они гастроли него да реально сложно как бы опять у каждого своя планка свои мозги и что здесь я скажу честно мне если я дико устал мне достаточно опять же какого-то если для расслабления если где-то не знаю может бокал вина танцы и за сексом слушай меня это расслабляет очень хорошо все но я как бы честно не будем играть что мы этого не делаем вообще мне этот пакет вполне достаточно для того чтобы переогнулироваться как прийти в себя но мне кажется это хорошие эмоции как-то же как вы жить может без секса я не понимаю он нужен всем мне кажется это такая важная штука личная жизнь это эмоции секс это без это как без этого жить можно любовь же тоже должна быть я я говорю это в комплексе я не говорю про то что нет у меня были случаи естественно был когда просто встречался ради секса было а у кого их не было то ну что что я известно вот у меня много было случаев таки ну ничего ну да было было но что с ума сходить что есть я нет вот личной жизни такой постоянный как бы да и как сказать и что ждать год полгода придет не придет чтобы волосы из ушей полезли не некоторые ждут не моя не мой вариант не могу же года идут жизнь идет но я против распутства и всего чего-то нету не подумай кто-нибудь расскажите пожалуйста вас какой-нибудь интересный случай с поклонницами я имею ввиду вот слушай они бывают совершенно разные бывают нормальные бывают ненормальные но и как реагирует к вам подходит фотографироваться я скажу честно я на это уже перестал опять же я не говорю что я какой-то там может дурак какой-то но я уже не получает это удовольствие у меня разрушилась две личные жизни из-за того что меня узнавали честно из-за того что люди подходили с фотографировались а мне говорили нам это не надо мне это не надо но это раздражает когда лезет в жизнь кто-то раздражает когда кто-то подходит кто-то рассматривает кто-то счет и это не надо вот это мешает ваши девушки во имя ну да такое мешает она же знала что вы актеры знали но никто одно дело знать другое дело на практике все это делать как бы да например как да и поэтому я спокойно то кто попросит пообщаться общаемся если есть время кто есть это но без фанатизма самый главный ну вот как пример мне было пару дней чтобы расскажу мне это была назначена встреча два часа дня рабочие по бизнесу и дома я проснулся дома рожа кривая над маску сделать хоть как привести себя порядок я нанес маску на лицо мне хорошие косметологи все в порядке есть вот и начались звонки знаешь во сколько я зашел в душ смыть эту маску то есть я сел на звонки в 10 5 вечера я не мог зайти в душ смыть маску то есть я звонки были звонки были там три проекта сдавалась по мероприятию поэтому я заходил просто когда отключался я ела спал по 15 минут ела спал и все и вот так к вечеру смыл эту маску там ничего вот вот и когда вот такие бывают ритмы и ты тоже люди подходят они должны понимать и видеть каком-то состоянии можно подойти или нет мы же не всегда артисты ходим прекрасные весь да конечно идите сюда и никуда не тороплюсь все прихов фу я сам вижу на фестивале член жюри одного из детского кинофестиваля и прочего детям конечно же подходит общаешься нормально сложно детей судить сложно да потому что они переживают это они не могут там тоже все непросто в детском бизнесе вот ей же идеал женщина кого не понравилось понравилось это не как мне кажется идеалы для каждого человека придуманные есть бы есть один вопрос случается химия не случается неважно кто высокий кто низкий красивые некрасивые там все химия случается нет это вот какая-то мне кажется не необъяснимой вещь для всех статус женщины вообще важен она вот она может быть допустим не работать дома сидели она должна чем-то занимать но я думал об этом все-таки мне кажется в единой энергии я верю в какие-то энергии работать работать наверное да потому что это развивает очень сильно опять же не для того чтобы прямо работать зарабатывать деньги деньги они но чтобы как-то двигать и это 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 потому что кто-то говорит там когда домохозяйки это тоже работа конечно их там не расписано с детьми все это 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 тоже тяжелый труд наверное такой да но мне кажется рано или поздно такие девушки все равно хотят куда-то уже выйти сменить что же невозможно как бы одно и то же и как бы немножко такая деградация идет чуть-чуть потому что жизнь должна быть но все-таки в гармонии но разнообразная и то и то и то нельзя хотеть без прям вот этого главное чтобы как трансерфинг реальности который мы все читали не было избыточного потенциала потому что да понимаешь все должно каком-то день рождения забыл когда кто-то что дарил но нельзя отмечать на съемках еще чё-то но есть условно какой кошелек подарит еще чет никто ничего не дарит никто ничего не дарит слушай я дарю на какие-то сейчас как-то все же так это больше нравится дарить или получаете на вернет всем понятно подарки это приятно получать но мне никто ничего не дарил саша меня не больше нравится дарить я может странно вот когда не нравится просто сиделись сюрпризы не каждой мне тоже мир вам человека приятно получать подарки нерождения давно не отмечала так что какие-то застолья чуд teams от такое подарки меня никогда не было из Даже дорогие подарки ни когда не было ни богатых любовниц и не к не не любовников никого не было ничего не было ни никто ничего не дарил от носков до машины квартир разработал сам про не знаешь что Это такое пол москвы живет ради понтов, понимаешь какие ходят в клубы такие крутые, снимать съемные квартиры в Зеленограде. И говорят, что мы такие крутые, знаю, Таус, все это прошли уже. Но я играю же в театре, в Московском областном Тюзе, я играю, сейчас еще один будет спектакль, я играю два номинования Леди Совершенства, основанно Гришаева, играю Пять вечеров, тоже с ней же, вот, и сейчас будет третий спектакль, который будет репетироваться весной, осенью, и я еще ввелся в антрепризу. Неожиданно для меня опыт, очень, у меня много развали, но у меня не было времени вообще, сейчас его тоже нету, но тут случилась интересная штука, мне предложили вот, короче, чтобы ты понимала, у меня не было ни одного прогона, я ни разу не видел декорации, сложнейшая комедийная роль, пять ролей я там играю, везде с переодеваниями, то есть я, вот, это случилось в этом году, люди 31-го, 1-го числа отмечали Новый год и пошли просыпаться салатами, а я 1-го января проснулся в 9 утра, включил видео и 5 дней по видео изучал и учил эту антрепризу, сыграл 5-го января премьеру, спектакль называется «Чудо в большом городе», замечательные партнеры, мне Женя Осипова, Толя Руденко, и мы играем, уже сыграли 4 спектакля, у меня все больше и больше нравится, сложный спектакль актерский, технический, но уже едем в Тулу и в Питер, и здесь играем, вот это моя новая работа, первая спектакль, стресс жуткий, потому что я даже не видел декорации, то есть я по видео вспоминал, куда что делать, ни одного прогона с партнерами не было, ни одного, потому что все заняты, я рад, что у меня, кстати, такая штука новая в жизни появилась, антреприза, которые, ну, многие тоже играют, а это такая вот мобилизация и интересная вещь. А никогда не думали заняться режиссурой? Не, не моя, вообще не моя. Продюсированием занимался, я снял 8 фильмов или 10 как сопродюсер, все закончилось большой войной, как бы, да, крутой, к сожалению. Сложились характерами, что не получилось? Не, ну, не хочу копать эту тему, ну, люди, все деньги, деньги, ну, деньги, ну, как ты думаешь, если человек должен 150 миллионов, его уже нет в живых, вот, ну, как это, простите, если он обманывал, если он говорил одно, другое, третье, если люди теряли бизнес. Продюсирование мне нравится организовывать, то есть это моя штука, организация, то есть я много сделал уже мероприятий, корпоративов различных, я же еще и ведущим работаю очень много, вот. Что больше нравится, ведущий или актер? Разный совершенно столько, ведущий даже посложнее, потому что актер на съемке, ну, ты вышел в театр, ты уже знаешь, а ведение, это живой тоже момент, я очень часто работаю на государственных мероприятиях, где нельзя ошибиться, где четко работает протокол, где, ну, нельзя фамилии перепутать, это высший государственный уровень нашей страны, это невозможно, поэтому это волнительно, и это не так просто. А с вами ведете? Слушай, ни разу не было, надо подумать, пригласите меня свадьбу вести, деньги большие, говорят, хорошие. Как будет свадьба, вас приглашу. Нет, свадьбы ни разу не было, но, кстати, я бы провел, это интересно, с кем-то в паре, я могу какую-то свою артистку, знакомую, звезду позвать, девчонку, мы проведем, это же весело, тоже торжественное, такое счастье для молодоженов, какие-то конкурсы. Михаил, наше интервью подходит к концу, скажите, пожалуйста, когда у вас ближайшие спектакли? Ну, вот сейчас, на сегодняшний день, я помню, что 6 марта мы играем, это в Реутове мы играем, 7-го играем в Театр Эрмитаж, нашу антрепризу. Что касается Московского областного ТЮЗа, можно легко зайти на сайт Театра Московского областного ТЮЗа под управлением Ноногришаве, там есть такая кликачка-афиша, и там можно посмотреть все наши спектакли, кто участвует, я просто честно говоря не помню сейчас. Мне тоже было очень приятно, спасибо за часть, спасибо за интервью, за хорошую атмосферу, за прекрасный бой конкурентов, которые действительно очень мне понравились.